Министерство юстиции России Источная пропаганда Кремля любит представлять нацдемов бесноватыми фюрерами, зигами прошибающими стены. Ничего подобного на учредительном съезде НДП не наблюдалось. Говорили о перспективах партийного строительства, собирали средства для политзаключенных однопартийцев и высказывали убеждение, что рано или поздно НДП зарегистрировать придется все равно. Невозможно вечно игнорировать русских, которых в России большинство. Мы уверены в том, что мы будем зарегистрированы. Наша уверенность зиждется не на том, что у нас существуют договоренности с Минюстом или с администрацией президента. Наша уверенность зиждется на том, что русских в России 80 с лишним процентов. И что любой осмысленный легальный политический процесс в России невозможен при игнорировании русских националистов. Русские национал-демократы самые последовательные сторонники и общегражданских прав, и общегражданских свобод, и защиты общероссийских национальных интересов. Потому что общероссийские национальные интересы неотделимы от интересов национального большинства, то есть русских. До сих пор наш национализм был довольно диковатый, мохнатый, недемократический. И сознание обывателя было связано, прежде всего, с какими-то футбольными хулиганами или скинхедами. Мы совсем другое. Тут достаточно просто посмотреть на тех самых людей. Это тот случай, когда люди сами о себе говорят. Так вот, кто в наших рядах? Общественные активисты, например, тот же сам Ростислав Антонов, который очень хорошо известен на Сибирске, не только тем, что он националист, но, например, тем, что защищал интересы дольщиков. Ну вот, или, скажем так, является лидером организации «Народный патруль», которая занимается чисто социальными вещами, например, контролем качества продуктов в магазинах. Вроде бы мелочи, но на самом деле это важные вещи. Так вот, националисты раньше этим не занимались. Так вот, или, допустим, просто вот посмотреть на других активистов из регионов. Вот сейчас, например, тот же сам Ростислав Валькович, который, скажем так, тоже в своем регионе является, прежде всего, лидером социальных проектов. Так вот, я считаю, что соединение, скажем так, явной цивилизованности, скажем так, социальных тем и национализма в его, скажем так, правильной формулировке, Я даже, честно говоря, считаю, что лучше говорить даже о национальном движении в России. Само слово «национализм» мы же не называем либералов либералистами. Так вот, я считаю себя прежде всего частью национального движения. Так вот, вот это вот соединение, оно может быть очень интересным для избирателя. Он увидит приличных людей, ни хулиганов, ни скинхедов, ни бандитов, которые действительно говорят вещи, которые ему интересны, которые озвучивают ту часть их чаяния, которую другие партии, в силу разных причин, стараются не озвучивать. Я считаю, что этого достаточно для того, чтобы, скажем так, привлечь внимание достаточно значительной части избирателей. Я уверен, что так и будет. Национальная самоидентификация – это нормально для любого человека во все времена. Нацдемы не делят людей на сорта, но видят своей главной задачей – цивилизованную защиту именно русского человека, делая акцент на слове «цивилизация». Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин